Не буду говорить за других спортсменов, скажу лишь за себя. Мы принимаем Европейские игры, и для нас важно показать, что Беларусь спортивная держава. Две изнуряющие тренировки в день, и это у олимпийского чемпиона. Тот, кто в спорте шести лет, знает, форма набирается медленно, уходит быстро. Всего неделя отдыха чревата месяцем усиленных тренировок. Для европейских игр олимпийский чемпион готовит новую программу сложнее, чем в Рио. Разница всего в одном сальто, но в случае успеха оно добавит 7 десятых. Это много для итоговой оценки. Я иду, выступаю, потому что я тренировал, будь то Португалия, Америка или Беларусь. Но в Беларуси очень приятно слышать, когда тебя поддерживают все трибуны. У нас проводился этап Кубка мира, и я никогда не забуду. Вот сидела женщина с внуком, и когда Владик заходил на батуты, они сидят вдвоем. Гончаров! И вот начинают вот это, понимаете, то есть люди болели. Владислав Гончаров – безусловная надежда вторых в истории европейских игр. Июнь 15-го в Баку выдался по-настоящему жарким. Белорусы завоевали 43 медали, и это седьмой результат. Словом, белорусский гимн на стыке Европы и Азии звучал десятки раз. Не повторить, превзойти результат – цель минских евроигр. Прославлять страну в гостях – дорогого стоит, но показать гостям, кто в доме хозяин, еще дороже. Это неправильное воспитание спортсмена, когда он разделяет для себя соревнования, что этим можно проскочить, а вот здесь мне надо напрягаться. Думаю, что это абсолютно неправильно, тем более, если мы говорим о играх, которые проходят у тебя дома. Есть огромное желание выступать, порадовать болельщиков, порадовать наших белорусов, которые все время поддерживают, болеют и переживают за нас. Результат в спорте – дело не только имиджи, но и денег. Бюджет не под замком, но и неиссякаемым источником больше не будет. Слава Богу, что эти бездельники у Румуса футболисты и у Шапира хоккеисты не попали на Олимпиаду или какие-то другие крупные соревнования. Хоть деньги не надо на них будет тратить. А деньги получат – это мое жестокое требование к МОКу и правительству. Только спортсмен и тренер. Результат дали. Приходите, просите, что хотите. Подтегивает и то, что большинство из 15 видов спорта, заявленных на Европейских играх, станут отборочными на Олимпиаду 2020. То есть на пути в Токио топовым спортсменам придется заехать в Минск. А это уже совсем другие игры и совсем другая конкуренция. Все пять видов спорта в Ассоциации гимнастики будут представлены на Евроиграх. И мы рады, что три вида у нас уже в достаточно хорошем, стабильном находится состоянии. У нас отличные бойцы. Несмотря на то, что на чемпионате мира в Гамбурге мы не смогли взять медали, два наших молодых спортсмена остановились в одном шаге. В Минспорту подсчитали. По дисциплинам Евроигр на европейских форумах белорусов в прошлом году завоевали 46 медалей. В этом 37. Правда, завершились еще не все чемпионаты Европы. Словом, движение к пьедесталу пока напоминает скорее спортивную ходьбу, нежели бег. Слабые не приезжают. Наверное, один такой показатель, что на последних Олимпийских играх были 50% всех завоевавших медалей. Это были европейцы. Другими словами, недооценивать европейские игры оснований нет. Да, страна их не просила, скорее не смогла отказать. Но потому как проведет, судить они будут десятилетиями, подчеркивает президент. Поэтому в вопросе организации этого крупнейшего европейского спортивного форума мелочей нет и быть не может. Ведь Беларусь впервые принимает мультисоревнования. До их уровня в первую очередь подтягивают спортивные объекты. Одна из самых живописных площадок – грибной канал в Заславле. Когда-то это место стало известным благодаря съемкам легендарного «Буратино». Киношники искали золотой ключик по соседству с каналом. Здесь уверены – пройдут годы, и он вновь обрастет легендами о золотых медалях. К первенствам самого высокого уровня грибной канал готов на 90%. Зрителям приходилось где-то порядка трех с половиной километров проходить пешком для того, чтобы попасть на трибуны. Конечно, это было не очень удобно, хотя любовь к этому виду спорта не останавливала никого. Но в то же время мы сегодня должны понимать, что это очень крупное событие для нашей страны, очень важное. Поэтому мы должны сделать все, чтобы люди действительно пребывали здесь, как в домашней, уютной семейной обстановке. Центральной же площадкой игр станет некогда Олимпийский стадион «Динамо». Его разобрали буквально по кирпичику, чтобы дать былому величию новую жизнь. Огонь европейских игр зажгется именно тут. 21 июня 2019-го. Это будет пятница. Грех не прийти. А вообще «Динамо» станет главным образом легкоатлетической ареной. Она построена на 90%. Сейчас завершают строительство навеса, который накроет 70-80% кресел. Строители уверяют – работаем круглыми сутками. Конечно же, хочется, чтобы все 49 тысяч метров квадратных, чтобы все детали и узлы были выполнены на самом высоком уровне, чтобы все участники соревнований, гости столицы остались довольны. Сроки сдачи стадиона уже переносили. Говоря языком строителей, то, что все основные работы должны закончить до конца года – железобетонное требование президента. Я хочу, чтобы вы понимали, что вот та материальная база, она ведь останется нам на десятилетие. Нам ничего не надо будет делать еще 10, а то уже 20 лет. Все надо делать для людей. Никакой помпезности. Надо делать красиво. Мы не провозойдем открытие Олимпиады в Сочи и подобного мероприятия в Баку. И не нужно, потому что там затрачены сотни миллионов долларов только на открытие и закрытие. У нас, во-первых, ну не хочу сказать, что нет таких денег. Если бы это на пользу было, то нашли. Но это не надо. Надо побить этот рекорд, я уже тогда сказал, душевностью, открытостью своего народа. В Минск приедут более 4 тысяч спортсменов, 2 тысячи тренеров, официальные делегации, полусотни европейских олимпийских комитетов и, конечно, туристы. Власти города уверяют, места хватит всем и цены на гостиницы, рестораны не взлетят. Это, кстати, требование контракта ООН, подписанный чуть больше недели назад, на руку белорусам. Беларусь освобождена от уплаты взноса за проведение игр, а это 20 миллионов долларов США. Европейский и Олимпийский комитеты оплачивают перелет спортсменов и официальных лиц. ЕОК оплачивает проживание и питание представителей участвующих НОКов и работу соответствующей зоны гостеприимства. Доходы от международных телетрансляций и маркетинговые программы делятся в равных долях. Беларусь имеет право самостоятельно реализовать 30% рекламных площадей. Доходы от билетной программы и реализации на территории Беларуси сувенирной продукции полностью остаются в распоряжении белорусской стороны. В 20-х числах сентября в Минск приедет первая полноценная координационная комиссия. Хотя отдельные эксперты Европейских Олимпийских комитетов уже неплохо ориентируются в городе. По результатам визита руководства ЕОК, который состоялся в дни подписания контракта, мы получили ряд благодарственных писем, что до сегодняшнего момента они полностью удовлетворены. Бакинские игры смотрели в 145 странах. Беларусь нацелена захватить экраны едва ли не всего мира. Спорт – это беспрестанная работа, прибыльный бизнес, а еще мощная объединяющая сила. Можно никогда не надевая боксерских перчаток чувствовать, что сам отражаешь удары на ринге. Никогда не держать в руках ленту или булаву, но ловить ее, взмывшую в воздух. Не иметь даже велосипеда, но мчаться на треке во весь опор. Этим духом Беларусь пропитается чуть меньше, чем через два года. Анна Пыш, Наталья Стельмах, Ольга Тимофеева, Андрей Бондаренко. Контуры.